Global Exchange Manager – это новейшее приложение, которое позволяет автоматически провести обмен билета. Благодаря удобному графическому интерфейсу, агенту больше не нужно помнить форматы команд, достаточно всего 5 кликов мыши. Global Exchange Manager значительно ускоряет и упрощает процесс обмена. Кроме того, данный продукт позволяет сэкономить на обучение агентов. На примере данной брони я покажу вам, как обменять билет при помощи Jam. У меня выписан билет на 15 сентября Баку-Киев, X-классом, обратно 20 сентября. Я поменяла первый сегмент на 16 сентября и взяла класс выше – новембро. Для доступа Global Exchange Manager используется команда решетка Jam. Нажимаем Enter. Открывается окно. На верхней строчке мы можем выбрать язык использования. Это может быть английский, русский, турецкий. Я выбрала русский. Шаг первый – начало работы. Действие. Можно сразу перевыпустить билет или выбрать информативный расчет. Я выбрала перевыпустить. Выбираем билет. Номер бланка. У нас всего один номер бланка. Я его выбираю. И подтверждаю, что я ознакомилась с условиями. Ставлю галочку. Нажимаю «Далее». Шаг номер два. Расчет тарифа. Новый расчет выбираю. Четыре варианта у нас открываются. Расчет FQ, Inbound Rechange, HFF-код, ЭТП Истории и вручную. Выбираю расчет FQ. Пассажир один у нас. Сегменты полета. Так как всего два сегмента полета в броне, даже если первый сегмент использован, все равно выбираем оба. Можно набрать и выбрать все сегменты. Тип расчета. До начала поездки уже автоматически у нас, потому что у нас неиспользованный билет. После начала поездки. Если есть какие-то дополнительные опции, то выбираем FQ с дополнительными опциями и пишем здесь. И FQ.H по Истории. Дополнительные опции, если есть аккаунт-код, вписываем сюда. PTC-код, Adult у нас уже здесь сидит. Нажимаем «Рассчитать». Открывается наш расчет. И мы видим старый FQ у нас 9100, новый 99, 8 евро у нас добор. В эквиваленте 14.84. Можем проверить, нажав сюда. Открывается старый билет наш, который мы хотим переписать. И новый тариф. Если все правильно, идем вниз, нажимаем «Далее». Шаг 3. Комиссия и штрафы. Выбираем, который нам нужен. Мы можем выбрать, что у нас штраф отсутствует. Или мы берем его на EMD. Или же как таксу. Так как у нас штраф на EMD, выбираем EMD. Автоматически у нас садится код RFI-код. Субкод 98F. Валюта АЗН. Вписывается только сумма штрафа. Например, 50.00. Penalty fee наличными берем. Если есть дополнение, хотите что-то добавить в endorsement book, можете написать. Нажимаем «Далее». Шаг 4. Маска обмена. Чисто информативно. Можем посмотреть. Далее. Наши таксы. Используемые. Далее. 14.84. Он нам показывает наш топор. Upgrade. Нажимаем «Далее». Шаг 6. Печать билета. Если у нас несколько пассажиров в этой броне и всех одинаковый тариф, мы можем выбрать всех и дать на печать. У нас только один. Я выбираю номер бланка. Можно также сохранить расчет и перезапустить. Или сразу его дать на печать. Я подтверждаю сумму доплаты, указанную в таблице выше, и нажимаю «Далее». Наш билет переписался. Закрываем окошко. Обновляем. Как видите, на сегменте 3 у нас встел XVC. Штраф. EMD выписался. Можем проверить, нажав на цепочку «1». Наша сумма 50 монат мы внесли. Можем проверить билет. Первоначальный билет у нас «Exchange». И новый билет переписался с добором 14.84. Global Exchange Manager делает процесс обмена предельно простым. 6 шагов и новый билет готов.